Снижение реального объема инвестиций в основной капитал, то есть по итогам года мы в лучшем случае окажемся в нуле, если все будет хорошо. Если говорить о последних тенденциях, которые мы видели в сфере инвестиций в основной капитал, они, конечно, пока удручающие. Потому что мы видим, что с 2014 года по официальной статистике физический объем инвестиций в основной капитал снижается. Даже по первоначальному оценкам 2013 год был уже отрицательный, потом после коррекции получилось, что рост был в районе нуля. И поэтому инвестиционный процесс у нас можно характеризовать как инвестиционная пауза. В чем могут быть причины? Если мы посмотрим, например, на такой аспект, как валовые сбережения, то понятно, что в принципе валовые сбережения – это основа для валового накопления, соответственно, инвестирования в экономику. Плюс сюда логично добавить те средства, которые российская экономика получает из-за рубежа. Мы получаем как бы такой агрегат по располагаемым финансовым ресурсам в российской экономике. Вот если брать его по отношению к валовому внутреннему продону, к ВВП, это сумма валового сбережения плюс валовое привлечение средств из-за рубежа, она неуклонно снижается по доле ВВП с 2011 года. В 2011-2019 год тогда был достигнут пик. Есть ли резервы? То есть определенные резервы для того, чтобы все-таки улучшить, если не показатели, то хоть динамику? Да, с другой стороны, это мы сейчас обсуждали аспект с точки зрения макроэкономики без распределения по отдельным секторам. Если мы примем внимание, что инвестиции в основной капитал осуществляются преимущественно юридическими лицами, предприятиями, организациями, то здесь мы можем понаблюдать некоторые положительные аспекты. Во-первых, у нас 2015 год был год, когда резко вырос финансовый результат прибыли российских компаний в целом, и сальдированный результат прибыли минусы бытки, и валовая прибыль прибыльных организаций, собственно, ресурс для инвестирования. Но теоретически вот этот рост прибыльности компании должен стимулировать инвестиционную деятельность. Да, это мы получаем потенциал для инвестиций. В то же время и дополнительный аспект, отражающий наличие финансового резерва в экономике, это то, что в последние годы значительно растет объем средств на срочных депозитах в банковском секторе, которые размещают юридические лица, то есть предприятия, организации. Те средства, которые выведены из оборота, отложены, что называется, до лучших времен. И сейчас, по итогам 2015 года, объем вот этих вот срочных депозитов в банковском секторе, он по номиналу был сопоставим с годовым объемом инвестиций в основной капитал. Ну, может быть, там процентов 90. То есть нельзя сказать, что денег в российской экономике нет совсем. Другое дело, что тут мы уже начинаем сталкиваться с вопросами, с пресловутым понятием инвестиционного климата, когда действительно во многих отраслях компаниям и предприятиям выгодно отложить часть своего финансового ресурса хотя бы под какой-то минимальный процент в банк, чем рисковать в расширении производства, не зная на том, найдет ли, будет ли спрос на новую продукцию, будет ли воспринято расширение производства рынком адекватно, и не уйдет ли это в убытки. Можем ли мы сказать, что деньги есть, но они не работают? Мы можем сказать, да, что есть определенный финансовый ресурс, который заморожен с точки зрения инвестиций, если вести речь об объеме средств на срочных счетах, потому что это деньги, которые не участвуют в обороте, и, соответственно, они не работают непосредственно на инвестирование. С другой стороны, мы можем сказать, что это, конечно, ресурс для банков для наращивания кредита. Но это лучше, чем в ящичках. Да, собственно, для того банковские секторы нужны, чтобы перераспределять и риски, и сроки, и процентные ставки, и трансформировать сбережения в инвестиции. Какие шаги могут быть самыми эффективными для улучшения инвестиционного притока? Если говорить про процентные ставки, мне кажется, что большим ограничением является несколько официальная ставка, ключевая ставка Банка России, которая напрямую, в принципе, не сильно влияет на стоимость кредита экономики, а сколько тот уровень риска, который сами банки оценивают, непосредственно работая с заемщиками, и то те ставки, по которым они могут кредитовать. То есть в условиях такой нестабильной ситуации отсутствия устойчивого экономического роста и, видимо, очень неравномерного распределения прибыли в экономике, прибыльных организаций, да, которые могут позволить себе обслуживать кредиты. Для банков, в принципе, сейчас остается проблема поиска хороших качественных заемщиков, и это является основным ограничением. Здесь уже как бы сложно что-то сделать директивно, потому что это, ну вот, да, мы должны пусть и потихоньку, когда экономика начнет выходить из кризиса, это будет само собой восстанавливающийся процессы кредитования, инвестирования, все вместе. Рынок сам будет себя регенировать. Да, возможно, с точки зрения государства можно было простимулировать или поддержать какие-то ключевые направления. Сейчас вот в последние годы идет много разговоров об импортозамещении после девальвации, то есть, может быть, было бы полезно стимулировать те отрасли, которые могли быть и производства, которые могут выпускать продукцию аналогично импортным, чтобы снизить стоимость и сырья, и инвестиционных ресурсов для других компаний. Временной диапазон проблемы. Ну, по текущему году мы пока видим статистику отрицательную, то есть продолжение снижения реального объема инвестиций, в основном капитал, то есть по итогам года мы в лучшем случае окажемся в нуле, если все будет хорошо. Соответственно, в благоприятном сценарии развития возможно, что со следующего года мы перейдем к росту, но это, опять-таки, некоторые гипотетические условия, поскольку и внешние экономические условия достаточно волатильны, и, собственно, глубину проблем тоже, я так понимаю, не все до конца осознают. Ну, вы, как оптимист, верите, что со следующего года будет рост при благоприятных внешних условиях, как там цена на нефть? Ну, скажем так, для... Честно, опять-таки, не помню точные цифры, но следующий год, по нашим прогнозам, он в благоприятном случае где-то на уровне нуля. Если мы говорим об экономическом росте, вот, там, инвестиции, может быть, плюс-минус. Если ситуация такая нейтральная, инерционная, то, видимо, динамик основных экономических показателей будет все-таки еще в отрицательной зоне. О том, какие инвестиции придут в российскую экономику в ближайшем будущем, мы поговорили с Михаилом Хромовым из Института политической экономики имени Гайдара. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцов специально для Dukascopy TV. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.